Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я бы хотела с вами поболтать о спорте, фитнесе, во время похудения и не только. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Меня очень часто спрашивают, занималась ли я каким-нибудь видом спорта, я не знаю, фитнесом, чем-то таким во время похудения. Нет, я не занималась вообще ничем, даже элементарно не качала пресс и не делала ничего-либо такого. Я просто гуляла с ребенком, не знаю, с коляской где-то, наверное, раза два в день по два часа или по полтора часа каждый раз. Потому что мой ребенок спал исключительно в коляске, хорошо спал, и поэтому я, скажем так, наматывала круги с коляской. Могла ли я заниматься каким видом спорта? Ну, конечно, могла. Могла делать какие-то упражнения дома, но я отношусь к людям, которые не любят спорт во всех, наверное, его проявлениях. Ну, по крайней мере, не любила. Сейчас я уже немножко по-другому стала относиться к спорту, к фитнесу и всему остальному. Я вижу от него результат, и мне даже уже нравится. И сейчас, как я уже говорила в одном из своих видео, что я уже два месяца не посещаю спортзал, и я дико соскучилась. Я очень-очень-очень хочу, и при первой же возможности, конечно, уже побегу в спортзал. Все время, когда я худела, и пока я не дошла до отметки 58 килограмм, я не занималась спортом, не ходила в бассейн, в фитнес-зал, не делала ничего дома вообще. Почему у меня возникла идея пойти в спортзал? Потому что я хотела, после того, как я похудела, я поняла, что мне еще необходимо подтянуть свое тело, то есть сделать его более, не знаю, подтянутым, более упругим, можно так сказать. И, конечно же, я захотела что-то с этим сделать. Я уже говорила, что я ходила на LPG массаж, и он, естественно, дал результаты, очень даже неплохие. Но все-таки не хватало вот такого, знаете, мышечного тонуса, что ли, в моем теле, потому что похудение, две беременности, конечно, все это сказалось. Я для себя решила, что я буду ходить в спортзал, несмотря на то, что мне дико-дико не хотелось этого делать. Была акция на какой-то апонемент, он был достаточно недорогой. Я хожу, кто из Питера, может быть, знает, такие фитнес-хаус, клубы спортивные. И вот я хожу туда, и, в принципе, мне все нравится, и все замечательно. Конечно же, я брала тренировки с тренером, и он мне показывал, что и как нужно делать, и так далее, и тому подобное. И я могу сказать, что я увидела результат. Тело, конечно, очень подтянулось, и кожа, мне кажется, в том числе. То есть появилась такая некая упругость. Рекомендую ли я заниматься спортом во время похудения? Если у вас есть желание, если у вас есть возможность, то, конечно же, я очень сильно рекомендую. Потому что любой спорт, который вы себе сможете позволить, будь то просто ходьба, или занятия в фитнес-клубе, просто плавание, бассейн, да, или какие-то минимальные упражнения дома, они, конечно же, позволят вашему телу поддерживаться, скажем так, в тонусе, да, не будет такого сильного, как мне кажется, обвисания кожи. И вообще будет все, то есть тело будет очень даже красивое, и мне кажется, это огромный-огромный плюс. Что касается самого спорта, если вы все-таки во время похудения решите пойти в спортзал, я все-таки бы хотела обратить ваше внимание на такой нюанс, что после тренировок очень хочется есть. Причем жутко просто хочется есть. Я тот человек, который очень сильно дисциплинировал себя в еде. Я могу себе отказать даже в очень сильно любимых мной продуктах, даже тех продуктах, которые будут лежать передо мной. Но если я решила, что я не буду их есть, то я не буду их есть вообще, даже если я буду очень сильно голодная. Но после занятия в спортзале, конечно же, это очень тяжело удержаться, честно могу сказать. И такое было не только у меня. Я очень много слышала от других женщин, которые занимались в спортзале, когда они разговаривали между собой или кто-то разговаривал со мной о том, что после спорта очень хочется есть. И более того, некоторые, кто приходят в спорт с целью похудеть, наоборот, набирают несколько килограмм. И многих это очень расстраивает, и многие из-за этого бросают спорт. Вот здесь я могу посоветовать только одно. Но, во-первых, это все нужно перетерпеть, пережить и понять, что, может быть, в этот период именно, когда вы будете усиленно заниматься спортом, вы не похудеете. Скажем так, на весах вес будет стоять, но объемы все-таки уменьшатся. И тело тоже подтянется, станет более таким упругим, более молодым, если хотите. У меня лично такое продолжалось на протяжении двух-трех месяцев. Даже, я бы сказала, скорее всего, трех месяцев, когда я приезжала со спортзала и была просто дико голодной. И я еще и набрала где-то полтора, почти даже два килограмма за первые три месяца моих тренировок. Но я могу сказать, что тренер, у которого я брала уроки, ну, скажем так, уроки, он мне сразу сказал о том, что минуса на весах даже не жди. Прибавку до пяти килограмм, да, она будет. Именно потому, что я занимаюсь спортом на наращивание, скажем так, мышечной массы в нижней части тела. То есть мои занятия проходят силовые упражнения на бедра, ягодицы, ну, ноги в принципе, да. Также у меня идут упражнения на пресс и просто минимум упражнений на верхнюю часть тела. Меня многие спрашивают, какие там упражнения я могу посоветовать, там, для рук, для ног, там, или еще для чего-то. Если честно, я не могу и даже не хочу ничего советовать. Просто по одной простой причине, что, во-первых, я не считаю себя в этом не то, что специалистом. Я вообще, как бы, к спорту особо не имею никакого отношения. То, что я там прозанималась 9 месяцев, мне кажется, не дает мне, ну, как бы, какого-то права что-то советовать. Я все-таки рекомендую нанимать фитнес-инструктора или заниматься каких-то групповых занятий, да, где будет человек, который знает, что он вообще делает, да, вам помогать, как-то вас направлять и так далее и тому подобное. Мои тренировки, на самом деле, они у меня проходят в таком режиме лайт. Я бы так это назвала, потому что я не тренируюсь до седьмого пота. Я не выхожу из спортзала, знаете, такая супер-мега уставшая. Я не тягаю там, я не знаю, гантели, штанги и тому подобное. У меня нет практически никаких силовых нагрузок, в особенности на руки. и минимальные силовые нагрузки у меня на ноги. Я занимаюсь вот до тех пор, пока не пойму, что я устала. Будь это полчаса, будь это 40 минут, будь это час, будь это, ну, полтора часа я не занималась никогда, но больше часа, да, бывало. То есть по настроению, по желанию я могу прийти и сделать только, не знаю, только позаниматься на кардио-тренажерах и там покачать пресс и уйти. Я могу прийти и, я не знаю, конкретно так целый час прямо заниматься, заниматься, да. То есть всё у меня зависит от моего настроения и от моих, скажем так, возможностей и желаний. Почему у меня происходит именно так? Потому что у меня была травмирована нога, и многие упражнения, те, которые более эффективны, скажем так, для наращивания мышечной массы нижней части тела, они для меня, скажем так, я не могу их выполнять. Мне они, ну, скажем так, противопоказаны, если хотите, да. Именно поэтому мои упражнения, ну, такие, знаете, лёгенькие, только для бонуса, скажем так, всего мышечного каркаса. И, ну, как-то так у меня происходит. Но, вы знаете, даже такие мои минимальные тренировки, они дают мне результат. Я вижу этот результат. Что по поводу рук? Вот очень часто меня об этом спрашивают, о том, как же привести всё-таки тонус вот эту часть рук, да. Ну, во-первых, я хочу показать, да, что у меня нет. Вот здесь вот особого провисания кожи нет. Конечно, если придираться, то можно что-то тут найти. Я не скажу, что у меня есть тут какие-то мышцы, не знаю, там. Но я к этому не стремлюсь, потому что мне прям дико не нравится, когда у женщины вот здесь вот выделяются какие-либо мышцы. Мне кажется, это некрасиво, мне кажется, это неженственно. Я вообще, в принципе, не люблю, когда у женщин видны какие-то мышцы. Для меня это некрасиво, мне это не нравится. Возможно, кому-то нравится, супер, окей. Я ничего не имею против, но на себе такое, видите, я не хочу. Поэтому верхнюю часть туловища, как я уже говорила, я практически ничего с ней не делаю, практически никаких упражнений не делаю. Единственное, что помогает всё-таки подобрать вот эту часть рук, чтобы она была более такая упругая, более, не знаю, подтянутая, это бассейн. Бассейн действительно вообще даёт такой, знаете, результат, я бы сказала, такой женственную фигуру он придаёт. Какие-то такие обтекаемые формы, не знаю, он действительно придаёт упругость, тонус не только мышцам, но и коже. И если вы не любите спортзал как таковой, я не знаю, не хотите там бегать на беговых дорожках и заниматься чем-то таким подобным, даже не любите какие-то групповые занятия, там йоги и что-нибудь типа того, то ходите хотя бы в бассейн, хотя бы два раза в неделю, мне кажется, уже будет отличный результат и уже будет очень хороший эффект. Ну и давайте перейдём к такому последнему глобальному такому вопросу по поводу спортзала, это как же всё-таки себя заставить туда ходить, как же всё-таки себя мотивировать. Я могу сказать только то, что первые, ну как минимум полгода, я себя реально заставляла, я, не знаю, вставала перед зеркалом и пыталась найти в себе хотя бы там какие-то миллиметры изменений, хотя бы там, ну чтобы хоть что-то во мне поменялось в моём теле, чтобы я это увидела. И я всё это относила именно к спортзалу. И когда я стала замечать, что изменения происходят, мне стало легче себя заставлять. Честное слово, мне даже захотелось ещё, 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 ещё чаще ходить, ещё больше ходить на спорт. Но бывало такое, что я могла лениться, и мне не хотелось буквально там несколько дней вообще ходить в спортзал, и я себя реально заставляла. Вот заставляла, просто брала и говорила, Наташа, всё, ты едешь, все дела прочь, едем в спортзал. Плюс ещё я такой человек, который очень любит уход, я очень люблю спа, я очень люблю, не знаю, скрабы, мази, массажи и всё, что с этим связано. И в моём спортзале, вот, который находится, в который хожу я, там у нас есть спа-зона. И в этой спа-зоне есть русская баня, финская сауна, турецкая парная, инфокрасная сауна. Там есть гидромассажные ванны. Они, конечно, такие, знаете, не супергидромассажные, я бы так сказала, но всё же. И я с собой таскаю, как я уже говорила, кучу всяких, не знаю, кремушек, скрабов. Там, не знаю, специально купила там отшушающую мочалочку там. И всякие такие вещи специально с собой таскаю, чтобы вот после того, как я потренировалась, я наградила себя этой спа-зоной. То есть в спа-зоне я провожу больше времени, чем в самом тренажёрном зале. То есть если я там занимаюсь час, то в спа-зоне я буду находиться полтора часа. Это 100%. Я хожу и в финскую сауну, но я не сижу там, знаете, как вот некоторые там чуть ли не по 40 минут. Нет, я так по чуть-чуть. Во всём, что называется, должна быть мера. И в турецкую парную очень, кстати, я её полюбила. Она мне очень нравится для кожи. Просто, я не знаю, мне кажется, просто супер. И также, конечно же, хожу в гидромассажную ванну. Но в гидромассажной ванне я прямо себе делаю массаж. Прямо вот массирую всё своё тело. То есть я, как бы не смешно это звучало, я вот в этой большой гидромассажной ванне нахожу самую такую сильную струю, которая там идёт, да. И около ней я прямо вот как уш на сковородке, то есть чтобы промассировать себе всё тело. Спину, бока, я не знаю, живот, бёдра, ягодицы. Всё-всё-всё, я себе массирую. Даже пятки именно вот подставляю вот эту струю. По-всякому их завиваюсь. Некоторые очень странно, кстати, на меня смотрят. Но мне на самом деле на это всё равно. И вы знаете, даже вот после этой гидромассажной ванны такие вещи, как проблемы со спиной, с болями в спине, у меня они просто исчезли. Я говорю вам на полном серьёзе, потому что я массирую себе вот этой струёй и спину полностью. И просто на самом деле кайфую от этого. Потом я иду в душевую, делаю себе скрабы, не знаю, там растирания всякие, такой лёгкий ручной, скажем так, массаж. Потом намазываюсь полностью различными всякими-нибудь различными кремами, маслами. И вот такая вот вся прямо на релаксе, довольная, еду домой. И именно вот этот спа-зона, она, кстати, очень сильно меня мотивирует на то, чтобы я ходила в свой клуб чаще и чаще. Я даже иногда ходила в солярий, потому что знаю, что он вреден. Ну, я там буквально, не знаю, на пару минуточек, чтобы приобрести такой здоровый цвет кожи. И даже солярий я ставила себе как мотивацию. Но никогда не ставьте себе мотивацию еду. Почему я об этом говорю? Потому что мой спортзал находится в торговом комплексе. И перед входом в торговый комплекс там расположен Макдональдс. И я очень много вижу вот девушек, женщин, которые после занятия спортом, будь то бассейн или спортзал, или какие-то групповые занятия, они после этого собрались и замечательным образом шли в Макдональдс. Вот это, конечно, не стоит делать, я считаю, потому что тогда ваша тренировка, но она просто сводится к нулю. Даже если вы выпьете просто какой-то вкусный кофе, там тоже капучино, он достаточно калорийный. Еще если с какими-нибудь там добавками из серии, там, не знаю, карамели и так далее, и тому подобное. То есть такие вещи, конечно же, делать не стоит. А как я справлялась с голодом, тоже отвечу сразу же на этот вопрос. Я приезжала и ела мясо. Ну, во-первых, мне рекомендовал мой тренер, у которого я брала уроки, он мне рекомендовал, конечно же, после спорта налегать на белковую пищу, так как мы идем на наращивание мышечной массы на нижней части тела, то мое все, это была куриная грудка и какой-то овощной салат. Вот все время после спорта я ела так. Потом уже, спустя какое-то время, у меня уже, кстати, не было такого дикого ощущения голода, но все же я хочу об этом сказать. Возможно, это будет не у всех, но чтобы вы имели это в виду. Вот такой у меня получился небольшой рассказ о моем спорте. И, в принципе, мне, на самом деле, по-честному сказать, больше нечего, потому что я не то что не специалист даже в этом вопросе, я такой, знаете, хожу туда ради спа-зоны, на релаксе, для такого, для удовольствия, для того, чтобы, не знаю, потому что все-таки спорт — это и здоровье в том числе, поэтому я хожу, ну, вот так вот себя побаловать в свое тело, чуть-чуть подтянуться, позаниматься, чтобы все было красиво в тонусе и так далее и тому подобное. Я надеюсь, мой рассказ был вам полезен и интересен. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Всех люблю, целую и до новых встреч!